Приветствую вас, дорогая церковь! У нас продолжается неделя поста, молитвы. Сегодня день четвертый. И на сегодняшний день мы выбрали тему «Наши финансы». Это очень большая тема, на которой можно много чего рассказать. Но я бы хотел сфокусироваться на мудрости. На мудрости в распоряжениях финансовыми. И давайте прежде всего прочитаем Слово Божье. Книга «Екклесиаст», 5 глава, 18 стих. И там написаны такие слова. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Очень много всяких дискуссий в этом мире, особенно в христианском мире, хорошо ли быть христианину богатым, или мы не должны к этому стремиться. И в этом месте мы конкретно видим, что Бог говорит, что это хорошо, это дар Божий, это то, что Бог нам дает. И самое главное, каким образом мы распоряжаемся нашими финансами, какие цели мы перед собой ставим. Знаете, много людей в этом мире, они ищут какую-то формулу, как нам быть богатыми, как быть успешными. Мы ходим на наши работы, ищем какие-то пути, заработка. Слово Божие дает нам четкие инструкции на каждую сферу нашей жизни. Например, если человек хочет прожить долгую счастливую жизнь, Господь говорит, «Почитай отца своего и мать свою, и ты будешь успешным». Все очень просто. Точно так же и про финансы. Господь говорит, «Испытай меня хотя бы в этом, принеси десятую часть в Дом Божий, и ты будешь успешен». Господь говорит, «Не залью ли я на тебя источники верхние и нижние?» И как для христиан мы имеем в этом очень четкую инструкцию. Когда мы будем молиться сегодня, я призвал бы вас порассуждать над некоторыми пунктами. Например, какие способы зарабатывания денег мы имеем? Являются ли они честными? Прежде всего, перед Богом, перед людьми. Отдаем ли мы десятину в церковь? Платим ли мы наши налоги? Являемся ли мы честными руководителями? Или просто, когда мы работаем на наших работах, исполняем ли мы наши обязательства честно? Какие цели наших финансов? Что мы ставим перед собой? Хотим ли мы просто обогатиться? Хотим ли мы ездить на вакейшины, покупать дорогие машины, дорогие дома? Либо мы хотим помогать людям вокруг нас? Замечаем ли мы нужду тех, кто находится рядом с нами? В нашей церкви, может быть, на наших работах? Может быть, просто наши родные и близкие? Видим ли мы эту нужду? Когда мы будем молиться, так же давайте будем просить у Бога мудрости, о том, чтобы иметь правильное мышление и правильное распоряжение нашими финансами. Я приглашаю вас сегодня в 7.30 в нашу церковь. Мы будем рассуждать еще больше, мы будем молиться. И пусть Господь вас в этом благословит. Давайте помолимся. Благодарим тебя, наш Господь, за возможность, которую ты даешь нам жить в этой прекрасной стране, зарабатывать финансы. Ты дал каждому из нас здоровье, Ты дал каждому из нас работы. Мы можем иметь эти все возможности, мы можем иметь финансы. И мы просим, благослови, особенно благослови тех людей, которые не имеют этой возможности. Пусть твое благословение, помазание будет над всеми нами. Дай нам мудрость и рассуждать сегодня в этом посте, молитве, Господь. Мы нуждаемся в Тебе и благодарим Тебя за все, Господь. Аминь.